Турник в каждый двор. Именно такой проект реализуется в нашем городе. Но мало поставить турник, на нем нужно еще подтягиваться. И Анна Трегубова решила научиться заниматься этим делом. Как раз, благо, сейчас проходит городской кубок по подтягиванию. Финал его, вот она уже появилась. Аня, расскажи, много ли пришло людей научиться подтягиваться, вообще подтянуться? Доброе утро. Хочется пожелать всем, мы здесь находимся на острове. Что еще? В Торим, я ведущему. И здесь действительно подтягиваются сейчас самые юные, самые маленькие участники финала городского конкурса по подтягиванию. Можете увидеть, что совсем еще юные, но они так подтягиваются, как будто они уже профессиональные спортсмены. Уже, я не знаю, мне кажется, лет 5 или 10 точно подтягиваются. Здесь мне по секрету рассказали, что один из участников подтянулся целых 34 раза. И то расстроился, потому что планировал подтянуться значительно большее количество раз. Поэтому, ну, посмотрите. Вот прям, вот это сила. Я считаю, что, наверное, каждого ребенка нужно приобщать к спорту. И хватает силы в запястины, нужно поворотиться, поворотиться. Это, ну, настоящая, действительно, борьба, внутреннее преодоление и себя, и всех. Но подробнее о том, что же здесь происходит, какие возрастные категории, как вообще, в принципе, происходил весь турнир. Наравно скажет пресс-секретарь как раз спорта Дмитрий Констюлин. Дмитрий, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, действительно, ребята сейчас очень юные. А сколько вообще, в принципе, категорий у нас сегодня будет возрастных? Да, ну, у нас участвуют вообще все возраста в Кубке города, порядка 12 возрастных категорий. Абсолютная категория среди девушек также присутствует у нас. Сейчас у нас с самого утра малыши с 6 лет участвуют. А уже завершатся соревнования возрастной категории 80 лет и старше. И даже в ней у нас есть участники, которые подтягиваются 12 и более раз. А сколько вот ребята, допустим, в среднем подтягиваются? Что? Ребята, сколько в среднем подтягиваются? Ну, в среднем, ребята, тут средний результат, наверное, все-таки 20 примерно подтягиваний. А от 30 это уже такой гроссмейстерский результат, считается. Ну, здесь, я так понимаю, действительно собрали самые лучшие, поскольку это финал. А как проходили вот предварительные соревнования, кого мы здесь все-таки видим? Мы уже несколько лет проводим по этой схеме. У нас первые соревнования проходят во дворах, на вот тех самых турниках, которые были в свое время поставлены в рамках проекта «Турник в каждый двор». И на первом участии, на дворовом, у нас порядка 2000 человек принимают участие. Соответственно, потом лучшие из лучших у нас переходят в районный финал. В каждом районе проходят районные финалы. И затем лучшие из лучших, те, кто подтвердили свое высокое мастерство на районном этапе, у нас уже участвуют на площадке «Татышев парка» в городском финале. Скажите, ну а если вдруг вот сейчас там, я не знаю, чей-то ребенок смотрит и говорит, что вот я могу потянуться 45, не знаю, там, раз, он уже, получается, сюда не попадет, но какие шансы? Ну, у нас для этого и проводятся соревнования два раза в год. У нас помимо Кубка города еще есть чемпионат города. Мы вот сейчас в весенний период проводим Кубок города, а в осенний период, в начале сентября, в сентябре, мы проводим чемпионат города. И участники, которые чувствуют все силы, могут также заявиться уже на чемпионат города. И два раза в год, каждый год мы сейчас проводим такие соревнования. Это очень здорово, спасибо большое, удачного проведения соревнований. Я думаю, что действительно посмотрите, если вы, ваши дети, друзья или какие-то другие родственники хотят и могут вот так вот поподтягиваться и показать свою силу, обязательно приходите, ищите, участвуйте во всех спортивных чемпионатах. Спасибо большое, Аня, очень приятно наблюдать, сколько у нас спортсменов, как они подтягиваются. Какая ты спортивная. Да, вот я бы ни один раз не подтянулась, честно говоря. Я знаю, не то, что думаю, а поэтому моя торжественная. А причина знаешь почему? Потому что ты не пьешь мало родниковой воды.